Итак, вторая обязанность главной мужчины — это его социальный статус, возможность иметь высокое положение в обществе или то, которое он может иметь, и возможность иметь средства на жизнь. Этот социальный статус высокий, как я уже сказал, достигается опять же с помощью духовной жизни. Молитва даёт ему серьёзность и ответственность, к нему начинают относиться серьёзно, а изучение священных писаний даёт ему разборчивость, он начинает разбираться, кто есть кто. Потому что очень глубокое изучение писаний, оно чётко высвечивает в сердце, что такое чистота, честность, порядочность, смирение, правдивость, трудолюбивость и так далее. Человек эти истины начинает глубоко понимать, и, допустим, он не возьмёт себе уже пройдоху на работу, он берёт людей, видя их качество. Это благодаря изучению священных писаний человек обретает такой дар. Он способен видеть, кто есть кто, потому что он постоянно размышляет над этими вещами, размышляет над истиной. Понимаете, в этих размышлениях он становится разборчивым постепенно. Он начинает разбираться в людях и в том, что происходит вокруг. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok